И сегодня мне хочется поговорить с вами о наших устах, об устах, которые хотят проповедовать, хотят нести Слово Божье, хотят быть устами Божьими, да? Раз нести Слово Божье. Давайте поговорим об этом. Потому что, как я понимаю, быть устами Бога — это очень ответственно. Мы у Еремии читаем 15-19. Если извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь как Мои уста, народ, то есть они, сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. Да, действительно, быть устами Бога очень ответственно. Я думаю, что такие уста должны быть соблюдены в святости, в чистоте. Потому что невозможно нести чистую воду и грязную, из-за них и тех же уст. Я хочу показать вам некоторые места из Писания, в которых пророки понимали глубину всей ответственности. Поэтому они со страхом принимали эту ответственность на себя. Они понимали эту ответственность в сравнении с сегодняшним христианством. Они трепетали перед Богом. И это трепетание, потому что они знали, кто такой Бог. Какая-то величина и какая-то святость. Я покажу вам некоторые места. Вот, к примеру, Исайя. Однажды он встретился с Господом в видении. И это видение так сильно его изменило. Исайя 6, 5, я прочитаю вам. Когда он увидел престол Бога, Его величие, то сразу что он сказал? «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами!» Он не сказал, я великий грешник, я творю грехи в этом мире. Нет! Он говорит, я человек с нечистыми устами. И живу среди народа, также с нечистыми устами. И глаза мои видели при царя Господа Саваофа. Бога воинства Саваофа. Глаза мои увидели Бога воинства. А уста мои нечистые. Я живу среди народа, которые уста тоже нечисты. То есть общаюсь на их уровне. А почему ему в голову пришла сразу эта мысль? Вы задумывались? Вы вникали в это слово? Почему? Потому что он был в присутствии. Посмотрите, я вам прочитаю. Присутствие Серафимов. И он увидел, что провозглашают Серафимы. Я сейчас вам зачитаю. Я Исайя 6, 1-3. В год смерти царя Озия видел я Господа, сидящего на престоле. Вы только представьте себе это величие. На престоле высоком и превознесенным. То есть он понял, что этот престол превознесен над всем сущим. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли Серафимы. Как, по-вашему, Серафимы святое существо? Я думаю, да. Они стояли вокруг престола. Но как они стояли вокруг Святого Бога? У каждого из них по шесть крыль. Двумя закрывали каждое лицо свое. Двумя закрывал ноги свои. И двумя летали. И взывали они друг ко другу. И говорили, Свят! Свят! Свят Господь Саваоф! И вся земля полна славы Его. И сказали, Свят! 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 И вся земля тоже так, что Серафимы поклонялись Богу и говорили, Свят! Свят! Свят Господь! Так было у вас? Честно. Я так видела это все. На самом деле это так не обстоит. Они летали и друг к другу говорили, Свят! Свят! Господь Саваоф! Свят! Друг к другу! Почему они говорили Богу не надо, Он знает, кто Он? Почему они друг к другу говорили? Я думаю, что видеть святость и славу Бога невозможно не восторгаться. У них восторг. Они друг к другу свят! Свят! Господь Саваоф свят! Они созерцали эту святость. И это вызывало у них поклонение. Вы знаете, когда немножко побудешь в Его присутствии святости, красоты, прелести Его, то хочется этим делиться, правда? Хочется нести к тем, которые это понимают. И говорят, я видел Бога, вы представляете, какой Он? Какой Он прекрасный, какой Он великолепный, какой Он святой! Хочется разделить это понимание и эту радость. и они поклонялись. И они поклонялись. И они восторженно поклонялись. Они восхищались Богом. Невозможно, если вы Его не созерцаете, вот так восхищаться. если вы Его не видите, невозможно так поклоняться, восторгаясь. Если вы не познали Его святости, вы никогда не будете вот так восторгаться. Свят! Свят Господь! Вы скажете, да, Свят Господь! И все! Но вот они это видели. Вот представляете, так поклоняйся. Это истинное поклонение, когда ты восторгаешься Богом, открывает Его присутствие. И написано, и поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курением. Мы хотим, чтобы дом наш наполнился курением, да? Хотим, чтобы святость Божья здесь пребывала. А много здесь восхищающихся, восхищающихся Богом. Много из вас поклоняется Ему вот так. Свят! Свят Господь Слава! Вся земля полна Его Слава! Многие за дыханием сердца восторгаются. Вот когда будем вот так восторгаться, курением наполнится. И когда Исаия увидит все это, понял, что Серафимы, имея святые уста, воскицали только друг другу о Его святости. А он с нечистыми устами увидел Бога и знал, что Бог хочет Его послать. И он говорит, Господи, у меня нечистые уста, куда мне говорить о Твоей святости? Вы знаете, как многие, говоря Господи своими нечистыми устами, даже о святости говорят с нечистотой. Поэтому Исаия сказал, горе мне, погиб я, я с нечистыми устами. И вы знаете, Бог не сказал, нет, Исаия, ничего. Не сказал. Бог согласился. Да, да, дорогой, у тебя нечистые уста. Хотя я скажу, что со всего народа он был избран Богом за свою праведность и чистоту. Но Бог уста Исаии осветил, прежде чем он стал пророком для народа. Я прочитаю вам Исаия 6, 6-10. Тогда прилетели, прилетел ко мне один из серафимов и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих. И сказал, вот это коснулось уст твоих и беззаконие твое удалено от тебя и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего ко мне да, говорящего кого мне послать и кто пойдет для нас. И сказал я, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули да не уразумеют не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Слова Иисуса, если помните. Интересно. Если вы на все это обращаете внимание, очень интересно. Серафим коснулся уст углем жертвенника и беззакония были очищены. удалены беззакония и грех был очищен. А мы думаем уст, а что такого? Я подумаешь сказал, ляпнул. Подумаешь, на ушко нашептал. Наговорил от уст человек оскверняется и от уст судится. это непросто. И кто это понимал пророки. И теперь, когда Бог очистил уста, осветился и весь Исаия. Почему? Потому что через уста входит, как Иисус сказал, интересно, если помните, да? Входит туда Слово Божье, вкушать его надо. Слово Божье надо вкушать. Оно нас освящает. Слово Божье нас очищает. Оно должно у нас раствориться. И через уста вошло освящение. В сердце Исаии, конечно, очистилось сердце его. Потому что из сердца исходит чистое и нечистое. И кто может обуздать свои уста, сказан тот человек совершенный? Почему? Тогда он может и телом своим управлять и обуздывать. Но людям свойственно устам своим позволять лишнее. Потому что как бы, ну, я же только сказал, но мы должны помнить, сказанное языком уже совершилось. каждое слово имеет плоть. В духовном мире, но плоть. Поэтому очень следите за своими устами. Слово судит, слово оправдает. И нашим словам подчинено все тело. мы управляем собой даже языком. А вы знаете, язык управляет еще сколькими судьбами. Вы ответственны за ваших ближних. Своим языком вы или уводите, или приводите, или ведете, или отводите. За судьбы ответите. Только вашим языком. Итак, когда Бог очистил жертвенника уста Исаии, очистился и весь Исаия. Вы знаете, притча 18.21-22 говорится очень мудро. От плода уст человека наполняется чрево его. У уст есть плод. Ты сказал, семечко вышло. Оно будет иметь плод. И какой это плод? Он будет у тебя во чреве, то есть в твоей жизни. Произведением уст своих он насыщается человеком. Вот что ты говоришь, тем ты будешь насыщаться. смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Мудрые слова. Стоит задуматься. Это очень серьезно. К своим устам надо относиться очень серьезно. Это очень важно. Освещать свои уста, чтобы осветилась и внутренность. Итак, мы знаем с вами, что когда коснулся уст, вошло во внутренность. Очистилось сердце. и было удалено беззаконие. Когда касается вас Слово Бога, когда вы его вкушаете, беззаконие уходит от вас, потому что Слово Божье внутри вас. Вы уже не можете творить беззаконие, если Слово Божье вы вкусили. Теперь посмотрим следующий пример. Когда Петр столкнулся с Иисусом Христом, Иисус вошел в его лодку. Первая мысль Петра, я человек грешный. Вы знаете, когда ты действительно реально знаешь Бога, ты понимаешь свою греховность. Тот, который не знает Бога, он не понимает своей греховности, он свят и чист, и непорочен. Но он сразу увидел, я человек грешный, выйди из лодки, Господи, не будь со мной в одной лодке, я не достоин этого. Святость Бога, она обличает. Те, которые перед святостью Бога стоят, живут, ходят, она обличает. И Петр, когда столкнулся, сразу осознал свое состояние. Посмотрите, увидев это, когда Бог ему сказал, закиси, сеть, и выловишь много рыбы, хотя они ловили всю ночь. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыбы. Ими пойманных. Так и Яков, и Иоанн, сыновья Звидеевы, бывшие товарищами Симону, и они тоже испугались. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И Иисус сказал Симону, не боюсь, отныне вы ловите Что значит будешь? Это в будущем. Потому что Иисус собирался его повести путем святости. Будешь ловить человека, не волнуйся. Я тебя потому и призвал, что ты будешь. Без очищения, освящения это невозможно. И мы знаем с вами, если читаем Евангелие, сколько учил он своих учеников, потому они названы ученики Иисуса. Потому что они учились. Теперь посмотрим следующий пример. Как Господь избрал Езекиля. Он призвал его пророчествовать, то есть быть его устами. И для этого он опять-таки дает ему съесть свиток. Давайте прочитаем это место, Иезекииль 2, 8-10. Ты же сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. Опять это должно пройти через наши уста, осветить нас и внутренность нашей. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написан на нем плач и стон и горе. Итак, уста его должны были очиститься и осветиться, и внутренность его наполнится словом от Бога. И дальше продолжение и сказал мне, сын человеческий, съешь, что пред тобой, съешь этот свиток и иди говори дому Израиля. Если ты не кушаешь этот хлеб жизни, что ты будешь говорить? если не входит в тебя, что ты будешь говорить? Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне, сын человеческий, напитай черепо твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. Напитай, напитай, будь наполнен Словом Бога, будь наполнен этой святостью, которая меняет все внутри тебя. И он говорит, я съел и было в устах моих сладко. Как мед. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилю и говори им мои слова. Вот теперь встань, иди говори. Вот этими устами, которые съели, которые осветились, и в устах его, как мед. То есть Слово Бога, в первую очередь, освящает самого человека. Невозможно быть устами Бога, если ты сам не освящаешься этим словом. Это в первую очередь ты съешь, в первую очередь ты проглоти, ты свои уста освяти для того, чтобы осветиться. Теперь посмотрите, Бог призвал Еремию на пророческое служение и опять освящает его уста. Прежде чем пошлет его говорить Слово. И было ко мне Слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в очереве, прежде нежели я образовал тебя в очереве, я подчеркиваю это. Где это было? На небе. Я познал тебя. Где ты познал? Еще до того, как ты был образован в очереве. Бог уже его познал. И прежде нежели ты вышел из утробы и осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о, Господь Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. молод. Но просер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я положил слова мои в уста твои. Как важно, чтобы Господь осветил уста твои и вложил слово твое. Слово от Господа. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царями. Чтобы искоренять и разорять. Губить и разрушать. Созидать и насаждать. Значит, что в первую очередь? Искоренять, разорять, губить, разрушать. Мои дорогие, возможно ли построить здание на старом месте, где стоит еще рухлядь? На ней, на рухлядь. Значит, сначала что надо сделать? Разрушить, разровнять и искоренить все зло. Только потом созидать и насаждать. Это делает Господь. Всегда. Запомните, через обличение, через свое слово. Итак, мы с вами видим, что подобным образом и Иоанн, который написал Откровение, тоже был послом пророчествовать через ангела, которого послал Господь к нему со свитком, то есть с книгой, и таким образом осветил уста Иоанна, чтобы внутренность его тоже была наполнена через уста. Не через голову, не через сердце, через уста. Запомните, чтобы осветить уста, Бог дает через уста. Он мог бы, как вот возложил руку и сошла. Иди, пророчествуй. Мог? Мог. Но он через уста давал. Подумайте над этим. И посмотрите. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, пойди возьми раскрытую книгу из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горько в очреве твоем, но в устах твоих будет сладка как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И в устах моих она была сладка как мед. Когда же съел ее, то горько стало в очреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. А задумывались вы над этим словом? А почему в устах сладко, а в очреве горько? Почему? А вы знаете, сколько горечи внутри тебя, хотя для тебя слово Божье мед, сладость и в устах твоих сладко. Но когда ты видишь, что не принимают, не понимают, извращают, горечь внутри тебя, горечь, себя больно, и ему было больно, он знал, ему было открыто, что не примут и не поймут. Хотя в устах это мед, это откровение, это премудрость, это мудрость, Бог всегда очищает уста и всегда наполняет внутренностью, прежде чем посылает тебя, дорогой, брат или сестра, ты должен осветиться, ты не можешь быть устами Бога, если ты не освящен, ты принесешь разрушение в Царство Божье, а не созидание. Яков очень хорошо пишет о влиянии языка на человека, как надо его обуздывать, удерживать, как надо освящаться. Невозможно, чтобы из тех же самых уст и клевета и слава Богу, невозможно. Подумайте, надо идти. Я прочитаю вам, хотя я знаю, что вы читаете, но мы вместе с вами прочитаем. Длинное послание, Яков 3, 1, 12. Я хочу, чтобы вы не просто читали, чтобы оно было написано перед вашими глазами, чтобы вы вовникли в это слово, чтобы вы его съели. Оно растворилось внутри вас, принесло пользу. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большому осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает словом, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело, и дальше он объясняет, какое это глубокое объяснение. Вот мы влагаем удила в рот коням. Для чего? Чтобы они повиновались. Почему в рот коням? Чтобы они повиновались. И управляем всем телом коня через рот. вот и корабли. Какие они великие, да? Ветром носимые. Маленьким рулем управляются. Большие корабли. И кормчий направляет куда надо маленьким рулем. И он сравнивает, так и язык. Небольшой член. маленький член по сравнению со всем остальным. Но много делает. Хорошо, когда хорошее делает, а когда творит. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык огонь. Прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Да, из-за языка можно в ад попасть, ребята. Потому что языком можно сделать столько зла людям и церкви нанести урон, что попасть в ад. Что, язык только лишь. я же ничего не делал, я только наговаривал. Воспламеняет круг жизни, будучи сам воспламеняем от гены. ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно братья Мои всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может братья Мои смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоклые? Так же и один источник не может изливать сладкую и соленую воду. Вот почему Бог очищает уста. Вот почему так важно следить за своими устами. если ты не в силах их обузывать, закрой. Если не в силах, если не можешь обладать своим языком, помни, что в языке твоем, в устах твоих, сила смерти и жизни, добра и зла, можешь этим быть осужден или оправдан, что твой маленький язычок может сделать очень много вреда и зла. И если ты хочешь быть устами Бога, если хочешь проповедать о Господе, освети свои уста. Освети свои уста прежде. Следи за тем, что исходит из твоих уст. Слово Божье освещает уста. Когда ты его вкушаешь, когда оно растворяется в тебе, когда оно сердце твое меняет, тогда. Ну вот еще одна нечистота, на которую хочу обратить внимание. Это речь. Речь бывает красивая, очищенная бывает засоренная. Можно Слово Божье преподносить чистой речью. И можно уличной, базарной речью. И то, и другое будет Слово Божье. Как некоторые сейчас думают, что это модно так проповедовать, как на улице разговаривают. Но то, как оно будет преподнесено, зависит и то, как будет воспринято. Это же Слово Бога. Если у тебя святые уста, значит, ты будешь говорить Святое Слово Бога. можно Слово Божье опустить своим языком, своей речью, неопрятной. И можно показать святость Бога, проповедуя и поднять так, что человек будет преклоняться перед Словом Бога и перед Богом, который дал это Слово. Истина может быть запачканной и может быть в чистом виде. И все это речь человека, несущего Слова Бога. Это очень тоже важно. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог свят. Вспомните про этих Серафимов, как они говорят, свят, свят, свят Господь. Слово Его свято, непорочно. Поэтому уста тоже должны быть святыми, чтобы говорить слова Божьи. Речь должна быть чистой, чтобы нести эту святость. Мы не должны оставаться с нечистыми устами, чтобы донести Слово Бога, какое оно есть. Быть устами Бога, это очень ответственно. Очень ответственно. Бог спросит за твои уста. Вы когда-нибудь прочитали в Евангелии, где бы Иисус, когда Он собирался с мытарями, с грешниками, с легкого поведения с женщинами, говорил на их уровне их языком? Ну, чтобы им доступнее было. подделаться так, чтобы на равных и проповедовать. Нет, не ты опускайся, поднимай их. Их поднимай. Мы нигде не видим, что пророки употребляли непотребные слова. Никто никогда не опускался на уровень жаргона. Ни мытарями, ни грешниками, ни с кем. и нам Господь хотел бы доверить Своё Слово в чистые уста, в чистое сердце, чтобы не в шутовской форме, не в грязной форме, а святой. Святые уста, святое сердце, святая речь, потому что Слово Бога свято. И всегда изрекалось святыми Божьими. Так написано. Слово Божье всегда говорилось святыми Божьими изрекалось. Мы знаем, что Сатана тоже его употребляет. Но оно даже искажено в его устах. И Яков предупреждает, что из одного источника не должно течь и горькое и сладкое. И злоречивый человек не может свято говорить о Господе, потому что из его злоречия. Что такое злоречие? Вы задумывались над этим? Злая речь. Это когда человек зло несет своей речью, зло несет. Не может он после этого прославлять Бога, говорить. Это лицемерие. А лицемерие уже грязь. Поэтому для Бога это мерзость. Лицемерие это мерзость. Итак, уста надо очищать. Речь надо очищать. Должна течь чистая вода. Иначе слушающим придется просеивать вашу речь, чтобы услышать что-то. Лучше, если мы фильтры поставим у себя в сердце и у себя в уста. надо помнить о святости Бога. Я очень вас призываю к тому, чтобы вы помнили, кому вы служите, чтобы вы помнили, кто ваш Бог, с кем вы заключили завет. Он тот же сам, он сказал, не надо думать, новый завет, все можно. Он сказал, я был, я есть и в веки. какой? Какой он? Святой. Святой. Вот такому Богу мы слушаем. Вот пред таким Богом мы преклоняемся. Понимаете? Пред святым. Поэтому написано, будьте святы, ибо я свят. Будьте святы, как я свят. То есть к чему призывает нас Бог? к святости. Мы призваны к святости. И все-таки святость наша начинается в первую очередь с нашего сердца и уст. Невозможно святить уста, не освещая сердце. Потому что каждый вынесет из своих уст то, что внутри есть. Поэтому он не просто давал скушай. Не просто так, давал скушай. скушай. Съешьте святость. Проглотите ее. Дайте раствориться верой в вас, чтобы в каждой клеточке вашего организма жило святое Слово Бога, чтобы осветилась каждая клеточка вашего организма. Во всех отношениях тогда вы будете поступать свято. Просто не сможете иначе, потому что внутри вас растворилось Слово Бога. А Слово Бога это что или кто? Наш Господь. Наш Господь это Слово Бога. Поэтому съешьте его. Он же сказал, я хлеб. Я хлеб, сошедший с небес. И кто кушает меня, тут будет жить вечно. Будьте благословены, дорогие братья и сестры. праздник. Редактор субтитров Продолжение следует...